МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что предложит популярная сеть своим будущим покупателям? Смотрите в нашем сюжете. 350 лет Петру I. В Махачкале состоялась выставка, посвященная юбилею великого русского царя. В Дагестане за 6 дней умерло 99 человек от COVID-19 и пневмонии. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Возрастающую цифру заболеваемости озвучил Сергей Меликов. В связи с этим, отметил глава региона, было принято решение запретить полностью проведение массовых мероприятий, усилить работу по санобработке и соблюдению масочного режима. Информационное противоборство тому безумию, которое в сетях у нас происходит. Потому что я, например, оцениваю так. Вот эти суслики, да, они говорят о том, что болейте, заражайте и сами же ржайтесь. Как можно понимать такие призывы еще по-другому? Кроме того, врачи отмечают, что новый штамм коронавируса опаснее. Если раньше тяжело болели чаще всего люди пожилые, то теперь болезнь представляет большую угрозу и для молодых. Если сравнивать первую волну, май прошлого года и сегодняшнюю ситуацию, то это просто как две разные болезни. Во-первых, она очень агрессивна, в течение двух-трех дней может от 5% поражать до 80%, переводить пациентов к КТ-4. А это совсем другой уровень поражения, другой уровень последствий. В рамках оперштаба предложено ограничить до 25% заполняемость театров, кинотеатров, фитнес-залов, музеев и библиотек. Также проводится усиленная работа по пресечению торжеств в банкетных залах. Здесь усиленные меропринимаются, но, Сергей Армевич, хочу отметить, что некоторые банкетные залы переходят, используя решение нашего предыдущего штаба, на проведение мероприятий во дворе, на открытом воздухе. Такие факты были в субботу, нами обнаружены в банкетном зале Европа и Маракеш. Те люди, которые хотят массовые мероприятия проводить, они уже, пользуясь тем, что в банкетных залах ограничения, переходят уже рестораны открытого типа и так далее, там начинают играть свадьбы. В подразделении МВД по Казбековскому району открыли отдел по вопросам миграции. Участие в мероприятии принял министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Ранее подразделение располагалось в маленьком старом помещении. Посетителям приходилось ожидать получения государственных услуг в стесненной обстановке. Теперь же удалось создать максимально комфортные условия как для сотрудников отдела, так и для местных жителей. В завершении мероприятия Абдурашид Магомедов вручил паспорта граждан России местным школьникам. Дорожники в Дагестане до конца года отремонтируют два участка на федеральной автомобильной дороге. На 8-километровом участке в городе Южно-Сухокумск уже выполнили фрезерование изношенного покрытия. Сейчас здесь проводится укладка двуслойного асфальтобетона. Также появятся два светофора, дополнительные полосы для левого поворота. Для жителей города установят автобусные остановки и обустроят тротуары с перилами по обеим сторонам дороги. На втором участке рядом с Кочубеем сняли старое покрытие и укладывают выравнивающий слой. Затем специалисты приступят к укладке верхнего слоя. Укрепят обочины и проведут работы по планировке откосов и кюветов. Здесь дорогу также выстелят чебеночно-мастичным асфальтобетоном, который долговечнее обычного асфальта. Имеет высокие показатели устойчивости к механическим и климатическим воздействиям. На обоих участках установят новые дорожные знаки и нанесут термопластиковую разметку. В местах производства работы организовано реверсивное движение. Нам удалось узнать, какие продукты больше всего по вкусу дагестанцам. Это в первую очередь мясо, молочные продукты и напитки. Горцы любят поесть много, но самое главное – качественно. Какие продукты местные жители хотели бы видеть на полках дагестанских магазинов, узнавали мои коллеги. Ну, наверное, продукцию рычалсу. Это, прежде всего, как я занимаюсь в сфере оздоровления. И она очень сильно помогает для разжижения крови, так скажем, для моих процедур, так скажем, связанных с моей работой чуть-чуть. И тоже всем советую пить рычалсу на тощак каждое утро. Если молочные продукты, допустим, какие-то саграты, эти продукты. Если взять из мяса что-то, ну, я очень честно говорю, это кизляевский, уридский мясокомбинат. У них, ну, их продукция мне больше всего нравится. Любовь к мясной продукции подтверждает исследование розничной сети «Магнит», которая планирует открыть свой первый магазин уже в июле в Каспийске. Значительно вырос спрос на Кавказе в этом году на курицу – 22%. Среди молочных продуктов жители Дагестана отдают предпочтение коровьему молоку, кефиру и сметане. Среди напитков востребованы холодный чай, следом соки и нектары. Из кондитерских изделий – пирожные и шоколад. Я сам особо ничего не покупаю, брат. У меня жена ходит, покупает продукты. Я деньги даю, она все делает, брат. Но единственное, что я делаю, я люблю урбечь. Урбечь я заказываю, сила Кавказа есть. Также мед есть тоже у меня, брат, бомбовый мед. Хлеб, с хлебом урбечь бывает очень хорошо идет. Мне особо много тоже нельзя кушать, но я все же люблю, я хлеб мазать. А хлеб у этих хороших, Каспий, номер 4, и завод, хлебозавод. По словам руководства сети «Магнит», при выходе на рынок Дагестана будут учитываться именно предпочтения жителей республики. Ритейлер уже заключил 17 соглашений с дагестанскими производителями, и эта работа продолжается. Производители получат серьезный импульс к развитию, а местные жители смогут найти свои любимые продукты в одной торговой точке. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Долг Басанов, телеканал ННТ, Махачкала. Площадь бахчевых культур в Дагестане в этом году составит около 10 тысяч гектаров. К слову, в прошлом году в регионе было произведено 196 тысяч арбузов и дынь, а площадь бахчевых составляла 7 тысяч гектаров. 60% производимых у нас арбузов выращивают три основных района – Токизлярский, Ногайский и Бабаюртовский. Возделыванием занимаются арендаторы, преимущественно жители Каекенского района. Они используют капельный полив, что позволяет получать более 500 центнеров арбуза на гектар. Сорта выбирают с учетом спроса рынка. Отметим, что дагестанский арбуз довольно востребован. В стране он отличается большим содержанием сахаров и сухих веществ. Одним из организованных производителей является общество с ограниченной ответственностью «Сириус» Кизлярского района. Его продукцию отгружают в крупные регионы страны. Сегодня оптовики забирают продукцию с поля по цене 20-22 рубля за килограмм. Тогда как пару лет назад приходилось отдавать за 2-3 рубля. Жителям 4-го микрорайона Ленинкента доставили новый насос для подачи воды. Монтажные работы уже проведены. Однако работать гидроагрегат будет не на полную мощность, так как перебои затем будут ощущаться в поселке Семендер, в микрорайонах Досаав, Учхоз, Батан и Научный городок. До полного урегулирования этого вопроса вода в северную часть Махачкалы будет подаваться по графику, который будет опубликован в ближайшее время. Ее привезли, установили. Сейчас идет пуск наладочной работы. В ближайшие часы мы его запустим. Проблема водоснабжения 4-го микрорайона будет снята. У нас, вы видите, возникает в других поселках такая же проблема, что Медлинский водопровод так таковой. Есть незаконные врезки к этому водопроводу. Сегодня в совещании мы подняли вопрос перед генеральным директором «Чистая вода», чтобы эти вопросы, которые незаконные врезки, с этим вопросом разобраться, где необходимость подключить правоохранительные органы. Мэрия Махачкалы отмечает, что они ежедневно проводят мониторинг ситуации. Для оперативного принятия решения горожане могут обращаться в службу 112. В случае отсутствия воды ресурсоснабжающие организации и городские службы организуют подвоз. Обеспечение бесперебойного водоснабжения обсудили и в поселке Семендер. На встрече присутствовали представители всех ответственных структур и жители поселка. Проблема с подачей воды в северной части столицы наблюдается на протяжении последнего десятилетия. Связана она с началом поливного сезона. Там не все так просто. До Меотли, до Ленинкента, до Счетчика, пока вода доходит, подключено десятки селений еще. И в этих селениях десятки незаконных врезок. Кто как хотел, так и построил этот водопровод. Но так не может быть. Потом одна сторона выходит на митинги, туда подаем воду, потом выходит другая сторона на митинги, потом едем туда. Так невозможно работать. На данный момент создана правительственная комиссия, которая полностью проведет инвентаризацию сетей от Меотли до Махачкалы на предмет пресечения незаконных врезок. В ближайшее время будет разработан график включения воды в поселках. Выставка «Петровское время», посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I, открылась в Национальном музее Республики имени Таху Годи. В рамках экспозиции можно увидеть произведения живописи, скульптуры и оружие царя. Экспонаты представили Дагестанский музей изобразительных искусств и музей истории города. Но особое внимание к себе приковывают полотна малоизвестных художников современности, а именно дипломные работы студентов худграфа ДГПУ. Подробнее расскажут мои коллеги. Собрать вещи времен последнего царя Всеруссии и первого императора Всероссийского попытались в музее имени Таху Годи. Монеты, медали, предметы вооружения, более десяти летчайших гравюр. Особое внимание при подборе экспонатов уделили моменту прибытия Петра I в Дагестан. Это так называемый персидский поход 1722 года. В коллекции музея есть одна из замечательных работ так называемого «Кавказского цикла» Франца Алексеевича Рубо «Въезд Петра I в Тарки». Вот она перед нами. Это оригинал. Работа написана была в 1893 году по заказу императора русского правительства для создаваемого храма славы в Тифлесе. В экспозиции еще три крупных полотна, два из которых написаны современными художниками. На них также изображен император. Его сопровождает супруга и верная свита, которые прибыли в Тарки. Здесь изображен немного другой аспект. Если в картине Рубо мы видим, как Петр I высаживается на берегу, то в этой картине мы видим, как его и его многочестную свиту принимают уже во дворце Шамхала Тарковского. «Картина достаточно сложная, многофигурная, многосоставная, жанровая. В 2003 году она была написана Иннесетс Гой, выпускницей художественного и графического факультета и стала дипломной работой. Но, как видите, прошло время, и дипломная, по сути дела, ученическая вещь, она, в общем-то, обрела такую свою самостоятельность». Другая картина под названием «Встреча в Тарках» также является дипломной работой студентки худграфа. Ее особенность в том, что, во-первых, закончили ее буквально на днях, а во-вторых, написана она в стилистике древних гравюр, создаваемых художниками, которые сопровождали царей в экспедициях. «Здесь очень интересная такая вот, получается, история, о которой мало кто знает. Если в картине Рубо мы видим первое посещение Тарков Петра I по дороге в Дербент, но когда он возвращался, он опять-таки посетил Тарки, это место, и на какое-то время остановился. И вот эта вторая встреча, второе присутствие его, она как раз отражена на картине у Лубеева Насибад. Просто эта выжженная, паленая земля, горящий воздух, это все здесь очень хорошо передано, и, тем не менее, отсылает к известным гравюрам Адама Аляри, путешественника, который был в Дагестане чуть раньше Петра I. В период туристического сезона такая экспозиция просто не могла не привлечь гостей из других городов России. Мы расположились здесь неподалеку, собственно, в отеле, буквально несколько дней. Посетили пару экскурсий на текущий момент, и вот сейчас решили зайти в Национальный музей, чтобы, так сказать, окунуться в глубь истории. Выставка будет открыта для посетителей в течение года. Параллельно к следующему году музей готовит проект, посвященный непосредственно персидскому походу. Батимат Ханапова, Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Трое дагестанских вольников с нарушениями слуха стали победителями молодежного первенства мира, который завершился накануне в Стамбуле. Золотые медали турнира завоевали Муса Мусаев, Камиль Изудинов и Магомед Абдурахманов. Еще один дагестанский спортсмен Шагмир Магомедов довольствовался серебряной медалью. Успех дагестанских борцов на первенстве мира позволил сборной России стать лучшей в общекомандном зачете. На этом у нас все. Смотреть наши выпуски вы можете также на официальном сайте nntv.ru. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова